Вот с таким запалом теперь проходит урок физкультуры в сельской школе Рощина. Сегодня здесь открывают спортивный зал. Чему рада ученица седьмого класса Эмилия Гурксиитова. Он красивый, удобный. Теперь мне больше нравится заниматься в этом спортзале. Рощинскую школу детский сад посещают более 300 детей из района. Ремонт затронул не только спортзал, но и крышу. Полностью заменили систему канализации и отопления. Стоимость работ по национальному проекту образования почти 4 миллиона рублей. У нас кабинеты оснащены интерактивным оборудованием, почти все кабинеты. Поэтому у нас созданы все условия для развития сельского ребенка. Также у нас в селе еще построены две спортивные площадки. Поэтому школа является центром и духовным, и спортивным развитием на селе. Расти есть куда. Учреждение рассчитано на тысячу детей. В следующем году построят модульную котельную. На это уже выделено 10,5 миллионов рублей. А это уже открытие Лобановского дома культуры после капитального ремонта. Песнями и танцами встречают дорогих гостей. К новому залу новая аппаратура. Качество звука теперь на другом уровне. На каком можете услышать сами. Занятия по вокалу, хореографии, рукоделию проходят в современном помещении. Вот так теперь выглядит наша обновленная Лобановская сельская библиотека. Тепло, уютно и светло. Так характеризует свое рабочее место библиотекарь Анна Суханник. Везде были трещины, потолок рушился. Вот после новогодних праздников, даже в 2020 году, я пришла на работу, открыла свою библиотеку. У меня на пороге, на четырех ступеньках уже лежала известка, потолок. Он просто упал. Это было благо, что никто не пострадал. Капитального ремонта еще совсем недавно полуразрушенные стены не знали с 1967 года. Согласно национальному проекту «Культура», на ремонт выделено более 15 миллионов рублей. Культура сразу одним махом выведена на нужный уровень. И, конечно, и качество работ хорошее, и все сделано для того, чтобы сельская культура восстанавливалась в полном объеме. Потому что здесь живут люди, они живут своей жизнью. И, конечно, нам нужно формировать этот образ жизни, чтобы он соответствовал всем самым лучшим стандартам. За сохранение села боролись крымчане много лет. И вот сейчас село не просто сохраняется, село Крымское начинает развиваться вот в этом сельском поселении. Еще один дом культуры откроют в Бахчисарайском районе до конца года.